Десятилетнего мальчика украли и по поддельным документам вывезли в Испанию семейные драмы с элементами шпионского детектива. Вообще кража как таковая произошла летом. Мы рассказывали об этом в августе. Матвея Дьячкова из деревни, где он гостил у бабушки, похитил отец. Мать пыталась их отыскать, но не смогла. Позже выяснилось, что отец вместе с новой женой сняли квартиру в Ильиногорске. Прожили там полгода, а теперь вот уехали в Испанию. Выходят из моей квартиры все. 31 января, а уже февраль прошел, марк прошел, апрель. Третий месяц как уже они не живут. Ко мне приходил участковый и посмотрел, что действительно там пустая моя квартира. Все, он зафтографировал за все. Это розыск. По решению суда ребенок оставлен со мной. Но дело в том, что он даже не дожидаясь решения суда, по каким-то поддельным документам покинул предел Российской Федерации. То есть, потому что своего согласия на выезд ребенка я не давала. Оно, как нам известно, для шенгенской визы требуется. Мало того, ребенок стоял в стоп-листе, что он не может выехать с территории Российской Федерации. Видимо, они покинули Российскую Федерацию через Белоруссию. Он сейчас находится в Испании, в Барселоне. У отца Матвея и его новой супруги была недвижимость в Дзержинске. Как выяснилось, перед отъездом они что смогли, распродали, а что осталось, сдали в аренду. Она в федеральном розыске, вы навряд ли не найдете. У меня были уже трое полицейских. У меня здесь были все еще. Летила с Испанией, с этим мужиком, там незаконно вывезенный ребенок. Из-за этого она тоже, я не знаю, как соучастник или как свидетель проходит по этому делу, из-за этого она в федеральном розыске. Здесь в квартире есть вещи, ну и как вещи, тетрадки, учебники, личных вещей нет, но видно, что жил здесь ребенок. Во-первых, они не работали оба, во-вторых, он уговорил ее распродать свое имущество, и вот на эти вырученные деньги они туда поехали. Мало того, что вывоз незаконный ребенка, и плюс еще ко всему, что она лишилась квартиры, машины, гаража. Ну там, в общем, там такая история, что можно сочинить роман. Здесь Санта-Барбара просто отдыхает. Ситуация настолько запутанная и как бы тяжело, и куча людей там замешана, что сюжет-то, ого, прям для фильма. Женген у него был у ребенка, он доверенность со стороны матери просто подделал. Один документ, и все, и полетел спокойно. Что там? Я узнала о том, что ребенок не ходит в школу с 21 февраля, увидев данные из электронного дневника, то что ребенка нет. Я позвонила классному руководителю, классный руководитель сказал о том, что ребенка как бы в школе нет, что якобы она связывалась с ног, и Бог сказал, что ребенок болеет. А когда он в последний раз был в школе? Я не помню, вроде бы другого года. Нам учитель сказала, что он болеет. Полгода, можно так сказать. Не ходит. Последние данные у нас от отца, что вот мальчик болеет. Было 5 марта. Все, да. Понимаете, как да. И сейчас вот говорить, что где-то чего-то ребенок находится, мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Того, как он его украл, же ребенок всегда жил со мной. Ребенок 9 лет жил со мной. У ребенка все было хорошо. Он встречался со своим папой регулярно. Потом он просто взял его и забрал. Он абсолютно не давал никакого контакта мне с ребенком. Он просто, у него это паранойя. Понимаете, это паранойя. Он вообще приходил за ним в школу, встречал? Он жил в школе. Он приводил утром, сидел и ждал, и забирал ребенка, ждал, когда закончится уроки. Он вообще не уходил из школы. Ну, боялся, что мать его заберет и увезет. Он врал в суду, он врал в полицию, он врал мне. Нет, то есть, ну, врал всем. Вот он не бежал мне с решением суда. В общем-то, сбежал просто-напросто с ребенком и все. Кстати, как сообщили нам в прокуратуре области, это дело находится под контролем уполномоченного по правам ребенка Российской Федерации. Сейчас по обращению от уполномоченного прокуратура будет проводить проверку произошедшего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова